23 февраля отмечается День воинской славы России. Накануне праздника в районе администрации прошел торжественный прием защитников Отечества. Подробности в первом материале выпуска. На торжественный прием в честь Дня защитника Отечества были приглашены ветераны боевых действий, участники войны в Афганистане, чеченских компаний, офицеры и рядовые запасы, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие воинской части, казаки, занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи. С праздником собравшихся поздравили глава города Александр Берсенев и глава Славинского района Роман Сенеговский. Всех поздравляю с праздником. Есть такая профессия – Родину защищать. 23 февраля – День воинской славы. Он объединяет солдата и офицеров всех поколений. Поэтому спасибо вам, тем, кто защищал нашу Родину и во время Великой Отечественной войны, и во время национальных войн, и тех, кто сейчас непосредственно несет слуху по защите нашей Родины, наших границ. Большое вам за это спасибо. Всем мира, добра, благополучия, всего самого доброго. Отдельные слова благодарности в этот день были сказаны ветерану Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Вертелю. В июле 1941 года он добровольцем ушел в армию. Свой первый бой принял в Ростовской области. Затем был на Сталинградском фронте, участвовал в битве за Днепр. Штурмовал Севастополь и Кенигсберг. Освобождал Крым, Белоруссию и Прибалтику. Василий Васильевич награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, Первой и Второй степени. За большой вклад в экономическое развитие города и активную общественную деятельность он имеет звание почетный гражданин города Славянска-на-Кубани и Славянского района. В прошлом году Василий Васильевич отметил замечательную дату – свое 95-летие. Дорогие воины, я рад, что я в таком возрасте встречаюсь с вами. Я всегда болел за ветерановой войны, любых специальностей, любой службы. И считаю, что самые надежные, самые почетные, самые любимые – это наши защитники нашего государства, нашего народа. И сейчас надо уважать и любить своих тех, которые стоят сейчас на защите, на охране нашего государства. Разрешите вас всех поздравить наступающим нашим праздником, День Советской Альмии, военно-моркового плота. Пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья и успехов. 23 февраля – праздник общенародный. Он объединяет разные поколения защитников Отечества. И тех, кто честно выполнял свой долг в военное время. И тех, кто служит и трудится, охраняя интересы нашей страны, укрепляя ее благополучие сегодня. От лица нынешних военнослужащих, собравшихся, поздравил заместитель командира войсковой части 25356 по военно-политической работе Сергей Михайлов. Я здесь человек новый, буквально недели три назад приехал в город. Но впечатления положительные. Если честно, у меня была мечта попасть в Краснодарский край, в Сармис-Урала. Очень развитый край. Нравится то, что у вас работа идет очень хорошая, с молодежью, казачество развито. Работы предстоит еще очень много. Я надеюсь, что мы вместе, я с удовольствием вклинусь в это и будем работать. Хочу с этим праздником поздравлять в первую очередь, конечно, нашего глубоко уважаемого ветерана. Здоровья вам, только здоровья. Еще мы вас каждый год здесь хотим наблюдать за этим столом, видеть, чтобы вы были постоянным участником этих неизменимых традиций. Всех с праздником, всех благ, всем здоровья. Многие из участников приема, находясь на заслуженном отдыхе, занимаются работой в обществе ветеранов Афганистана и локальных войн, ведут занятия в военно-патриотических клубах, воспитывая молодежь, передавая им свой опыт. Я призываю всех ветеранов не оставлять нашу молодежь включаться в эту работу и продолжать стоять в строю на защите нашей Родины. Благодарим главе администрации Романа Ивановича за то, что он так обращает внимание на ветеранов, на казачество. Безопасность нашей страны держится на мужских плечах. Многие из приглашенных на прием – потомственные военные. Мичман в запасе Андрей Стеблянов служил на подводной лодке. Вооруженным силам нашей страны он отдал 15 лет своей жизни. Теперь его дело продолжает сын. У меня сын служит на подводной лодке «Кронштадт». Это два корпуса у нас в России таких. Это Санкт-Петербург и Кронштадт. Это новое поколение подводных лодок. Строятся новые подводные лодки. Приходят на Тихоокеанский флот, на Северный флот. И Родина может быть спокойна. В завершении торжественного приема каждому из приглашенных глава района вручил благодарственное письмо и памятный подарок. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».